Вероника Николаевна Хазиахметова 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 Во многих ведущих, во всех ведущих университетах в мире И вот такая магистрская программа С 2011 года открылась и в стенах нашего университета Программа длится два года, 24 месяца И включает 120 так называемых зачетных единиц В программу включены теоретические курсы, семинары, исследовательские проекты Могут подразделяться на крупные, маленькие исследовательские проекты Которые проводят в течение двух лет Под руководством, естественно, преподавателей кафедры Наши магистранты Это элективы, курсы по выбору И заключением, финалом этой учебы является магистрская диссертация Здесь представлены те дисциплины Которые входят в программу обучения в нашей магистратуре Видите, здесь есть базовая часть Так как эта магистратура находится в биологии В науках биологии Поэтому здесь к базовым частям относятся предметы Такие как современные проблемы биологии, экологии История методологии, биологические науки Но есть модуль профессиональных компетенций Видите, на первом месте стоит такая дисциплина Как современные проблемы доказательной фармакологии Потому что доказательная фармакология сегодня мы много очень слышали Мы много слышали о том, говорилось сегодня о том, что доказательная фармакология Это прежде всего для практического здравоохранения Доказательная фармакология, конечно же, должна войти и в экспериментальную фармакологию И поэтому именно эту дисциплину мы преподавали для наших фармакологов Далее, такие базовые дисциплины, которые тоже, конечно же, перекликаются с доказательной фармакологией Это изыскание новых лекарственных средств Это в основном правила GCP Изучаем мы на этой дисциплине Принципы качественной лабораторной практики обязательно изучаем И у нас есть такой предмет Основы биостатистику и введение в доказательную медицину Ну, кроме того, такие предметы, как фармакоэкономика, фармакоэпидемиология Фармакологическая политика, рациональное использование лекарственных средств Конечно, это все тесным образом связано с доказательной медициной Какая область профессиональной деятельности выпускников нашей магистратуры? Это исследовательские производственные фармакологические организации Для изыскания и изучения новых лекарственных средств Различные уровни регуляции лекарственных средств И лаборатория фармацевтических производителей, биотехнологических компаний Всех тех, кто занимается изысканием новых лекарственных препаратов Ну, здесь фотографии наших магистрантов Которые занимаются в научно-образовательном центре фармацевтики Казанского федерального университета Выступают на различных форумах Здесь фотографии первых наших выпускников Вот на фоне Казанского федерального университета Получили диплом На сегодняшний день есть возможность обучаться в стенах Казанского федерального университета на английском языке У нас есть магистратура Evidence Based Pharmacology и End Pharmacology То есть две магистратуры, магистерские программы Каким образом происходит число студентов Которые приходят к нам заниматься Вот первый выпуск наших студентов Это осуществился в 2013 году Это было 8 человек Это были бюджетные места Выделенные бюджетные места Для поддержки впервые открытой магистратуры в стенах университета Далее 2012-2014 год и было 4 Дальше 5 5 человек И вот в этом году Так скажем, магистратура наша уже набрала 16 человек И мы гордимся тем, что приходят к нам в магистратуру Во-первых, очень много не из Российской Федерации А из стран СНГ к нам приезжают и обучаются Ну и кроме того, выпускники нашего университета Которые закончили бакалавриат по биологии Приходят к нам обучаться в нашу магистратуру Это примеры трудоустройства наших выпускников В общем, они все хорошо трудоустроены Проблем с трудоустройством после магистратуры по фармакологии никаких нет Ну и следующий аспект того, как мы продвигаем доказательную медицину Это было на уровне классического университета В рамках программы по фармакологии Что мы делаем дальше? Как участвуют наши сотрудники в том, чтобы доказательная медицина стала доступна для практического здравоохранения? Сотрудники нашей кафедры являются авторами справочников по лекарственным средствам, основанных на методах доказательной медицины Многие, наверное, сидящие в этом зале знают наши справочники Возможно, пользуются в практике Ну, история этого вопроса Первый наш справочник вышел в 2003 году И, конечно, венцом пока на сегодняшний день является большой справочник лекарственных средств, который вышел в 2010 году Первый наш справочник 2003 года Это справочник, который впервые в России представляла информация о лекарственных средствах, основанных на доказательной медицине И в этом справочнике было объяснено 538 лекарственных средств Но эта новость была освещена даже в Кокрайньюз И мы тоже этим гордимся Далее в 2005-2007 годах вышли справочники лекарственных средств, входящих в перечень ДЛО Это дополнительное лекарственное обеспечение Это справочники, которые прежде всего предназначаются для врачей первичного звена И тоже здесь была представлена информация, основанная на доказательной медицине Далее это большой справочник лекарственных средств Здесь представлены практически все лекарственные средства, которые были зарегистрированы в Российской Федерации на 2010 год И отличием этого справочника является полнота, достоверность и непредвзятость информации об эффективности лекарственных средств Все статьи этого справочника разработаны на основе и с учетом лучших источников информации по лекарственным средствам И приводятся сведения не только об эффективности лекарственных средств, но и об их безопасности Источники информации также ранжированы на ABCD Основаны на принципах доказательной медицины И вот чтобы представить вам, как это в справочнике Если есть, например, вот пример препарат гидрохлортиазид У него есть естественные показания артериальной гипертезии И сверху будет значок Это если стоит значок категории А Значит действительно это показание Эффективность этого лекарственного средства доказана на уровне А То есть имеются систематические обзоры, подтверждающие, что этот препарат не просто снижает артериальное давление Но еще и увеличивает продолжительность жизни и уменьшает риски неблагоприятных исходов Целью таких фармакологических руководств Руководства по лекарственным средствам является, конечно же, рациональное назначение лекарственных средств Далее это информационное обеспечение процесса разработки каких-либо ограничительных списков Клинических рекомендаций, протоколов ведения больных, стандартов медицинской помощи Такие справочники, мы надеемся, способствуют амтибизации выбора лекарственных средств Способствуют возможности проведения мониторинга и контроля об основанности назначения лекарств И способствуют повышению уровня профессиональных знаний в области клинической фармакологии и фармакотерапии Кроме того, сотрудники нашей кафедры также участвовали в переводе первого практического руководства Как распознать продвижение лекарств и как к нему относиться Лилия Евгеньевна Зиганшина была автором одной из главы этого руководства Конечно, может быть, некоторые из вас были на конференции, которая проходила в 2010 году в Казани Информация о лекарственных средствах, качественном использовании лекарств И все сотрудники нашей кафедры также участвовали в подготовке этой первой конференции Я хочу сказать, что пришли мы в Казанский федеральный университет достаточно зрелыми преподавателями Потому что свою историю большинство сотрудников нашей кафедры начинали как преподаватели в стенах Казанской государственной медицинской академии И аудитории, которые мы преподавали клиническую фармакологию, были прежде всего доктора Поэтому у нас есть определенный опыт преподавания доказательной медицины для врачей Пользовались мы таким методом преподавания, как проблемное преподавание клинической фармакологии Которое распространяется Всемирной организацией здравоохранения в рамках программы действия по основным лекарственным средствам В стенах нашей кафедры еще в медицинской академии было проведено исследование даже Защищена кандидатская диссертация и подтвердилась эффективность как раз проблемного преподавания В том числе и доказательной фармакологии для врачей или в последипломном образовании Доказательная медицина в проблемном преподавании клинической фармакологии Прежде всего, конечно же, служит для улучшения использования лекарств Основной концепцией проблемного преподавания является создание персонального формуляра То есть мы обучали навыкам разработки собственного персонального формуляра Который представляет из себя набор лекарственных средств для конкретного врача первого выбора Для лечения наиболее распространенных заболеваний Но чаще всего для врача это для лечения тех заболеваний, которыми он занимается прежде всего У врача первичного звена это будет определенный набор заболеваний У пульмонолога свои заболевания То есть вот такой вот формуляр И занимались мы внедрением в программу подготовки врачей Казани и Республики Татарстан примерно где-то с 2000 года Ну в общем мы являемся коллективом, который давно весь проникся духом доказательной медицины Мы, конечно же, счастливы, что у нас так много тех людей, которые делят с нами этот дух Считают, что это важно и действительно в медицине возможна только доказательная медицина Больше никакой медицины, конечно, мы пользоваться не должны И это фотография нашего небольшого коллектива Я хочу сказать, что автором этого доклада являюсь не я одна Я вот вышла только вам рассказать И, конечно же, в первую очередь рассказать о том, что у нас есть такой уникальный коллектив У нас есть такая уникальная заведующая кафедра, которая ведет нас покорять вершины И вот мы покорили очередную вершину И мы гордимся тем, что теперь, как Рейн России, в лесце кафедры фундаментальной клинической фармакологии В Казанском федеральном университете Спасибо вам большое Спасибо 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 Спасибо